Всем приветики! Сегодня будет новый предпраздничный влог, но начнем с того, что мы привезли из Праги. Я, как фанат чашек, не смогла устоять перед вот такой чашечкой Handmade. Здесь, собственно, нарисована Прага, она цветная, с солнышком очень позитивная. Пока что я один раз пила из нее чай, и когда ее намочишь, она немножко темнеет. Ну а так, как новая, ее даже можно мыть в посудомоечной машине. Если вы направляетесь в Прагу, то самые такие классические, самые скромные сувениры, я взяла их для моей мамы, которая уже через 10 дней будет у нас. Я безумно счастлива. Так вот, что можно привезти? Это классические чешские вафли, они такие тоненькие, и внутри сахарно-ореховая прослойка. Интересный десерт. И вот это шоколад, который, знаете, он совсем. Здесь и сухофрукты, и орехи, и такие, как мармеладки. Короче говоря, каждый раз, когда мы едем в Чехию, мы привозим этот шоколад, и он многим нравится. У нас раннее морозное утро. Захар меня сегодня разбудил в 6 часов утра. В Польше сегодня день Святого Николая. Он проснулся в такую рань, чтобы проверить, что же ему досталось в подарок. Радости не было предела, и они пораньше даже поехали в детский сад, потому что у них и представления, и снова подарки для детей. Сейчас вот начинается такое по-настоящему волшебное, сказочное время. А я отправляюсь на... как бы это назвать? Это типа как оптовый цветочный рынок в Кракове, но там продаются не только цветы, а все для каких-то поделок, какие-то элементы, и какие-то украшения, и к Новому году всякие штучки. И я уже немного опоздала, потому что все самое интересное сворачивается до 9 часов утра, но я просто была не в силах поехать раньше, и реально у нас сегодня холодно. Минус 7 градусов. Я как-то не ожидала. Было тепло-тепло, а потом бабах. Ну да, неудивительно. Все-таки декабрь. Я все-таки кое-что здесь застала. Вот беру сразу покрашенные шишечки. Это довольно просто сделает, но, вы знаете, если я отдельно куплю краску и начну этим заниматься, я боюсь, что по цене получится то же самое, а так еще кто-то заработает. Правильно? Вот здесь можно купить зеленую. Это емёа по-польски. Вот это, знаете, паразит, который растет. Ёлки всякие разные, веночки готовые. И пойдем еще посмотрим, что есть. Я здесь во второй раз, но не было времени походить. И только посмотрите, сколько здесь готовых заготовок, например, для флористов, для кого-то, кто увлекается дизайном. Покупаешь просто отдельно шишечки, какие-то элементы. Мне кажется, вот веночки и всякие такие. Каркасы делать сложнее всего. Столько всего для украшения подарков и прищепки. Вот такие наклейки. Причем они тяжеленькие, как будто керамические. Здесь прям есть где разгуляться. Я уже выбрала кое-что для себя. Смотрите, какие красивые готовые всякие корзинки, горшочки. Причем они даже так сделаны, чтобы в них можно было поставить какой-то настоящий цветок, посадить. То есть сюда кладем губку специальную или даже с землей будет нормально. Миллион всяких светящихся гирлянд, а я очень хочу себя оленям. Надо что-то выбрать. А вот и разрисованные вручную игрушки. Вы знаете, что я не покупаю одинаковые шары. Нам с детками нравится наряжать, когда все игрушки разные, когда есть какие-то или люди, или фигурки, или же машинки. Поэтому сейчас вот выберу что-то интересненькое специально для них. Ого, такого я еще не видела. А сейчас я приехала, пожалуй, в самое страшное для меня место. Здесь у меня сжимается все внутри, и мне реально очень сложно говорить, потому что и воспоминания, и то, что я здесь видела, и даже какое-то осознание того, что каждый может попасть в эту ситуацию. Это детская больница в Кракове. И меня сюда попросил подъехать мой друг. Не буду вдаваться в подробности. Мне нужно кое-что забрать. Здесь в больнице сегодня настоящий праздник для детей. Это было так трогательно. Очень солнечный день, я ничего не вижу. Там были все. Начиная с полицейских, которые с удовольствием общались в основном с мальчишками, и представления с переодетными волонтерами. Очень много спонсоров. Там всякие соки детские, очень много развлекалочек. Даже что-то такое, чего я никогда не видела. Был песок, и были формочки в виде, ну, лапок разных там, зверей, птиц. И можно было оставлять следы на песке. Так интересно. Детки с удовольствием развлекались. Я не стала снимать, потому что мне кажется, что это не совсем место в моем случае. Телевидение там все же было. Очень здорово, что есть так много неравнодушных людей. Сколько всего супер-классного в Юске. Давайте я вам покажу. Аккуратные подсвечники сразу в трех цветах. Белый, серебристый и красненький. Такие небольшие. В новогодней коллекции есть несколько дорожек на стол. Вот эта со звездочками мне очень пришлась по душе. Есть еще вот такая дорожка. Я покажу, с чем бы я ее сочетала. Вот такое что-то я положила бы поверх. Причем, вы знаете, в реальной жизни это смотрится дороже и красивее переливается. Я, наверное, тоже возьму. Какая классная бархатная елка. Они продаются тоже в наборчике. И в жизни цвет светлее. Он насыщенный зеленый, но не такой темный. Не почти как черный. Маленькие железные подсвечники будут хорошо смотреться на праздничном столе. И они не займут у вас много места. Иногда, как наставишь всего, потом для свечей вообще нет свободных двух сантиметров. Вот это мне нравится. Обалденный подсвечник на ножки. Причем, вы можете поставить не только свечу, а еще и наложить туда всяких украшений. Маленькие шишечки. Я их тоже купила. Так что подсвечник едет со мной. Если предпочитаете искусственные веночки, то здесь они очень красивые. Очень скромный, элегантный комплект получается. Вот эти подсвечники дадут вам супер уютное освещение вечером. Симпатичные меховые подушки. Я питаю к ним. Особенную слабость от омок не переносит. Но терпит ради меня. Стильные подсвечники. Причем не только к Новому году. В любом интерьере будут смотреться выигрышно. А вот почти такой же халатик, как у меня из H&M. Но мне кажется, что из H&M более плотные, что ли. И они есть в разных цветах, а здесь только серый. Но я его очень сильно люблю. Могу оставить вам ссылочку из H&M, а в юзке ищите в стационарном. И вот думаю, может свекрови купить такой халат. Он очень уютный, беленький. И что-то в камере какой-то такой, не знаю, пожмаканный. А в жизни очень даже ничего. Вот такой, немножко примятый там. Может поэтому камера так передает. Но вообще он мягусенький. И я вот именно зимой люблю такие халаты. И стоит недорого, 20 долларов. Так, попрошу. Вот что я выбрала. Немного, но посмотрите, что из этого получится. Класс, приехала домой, а меня ждала посылка от Esselera. Я давно хотела себе такие меховые лоферы. Они у них появились в разных расцветках. Я тут же взяла себе вот эти в таком шоколадном цвете. Меня очень привлекали светлые. Но я поняла, что я не смогу ухаживать за таким светлым цветом замши. И еще взяла себе фисташковый костюмчик. Боже, я их так сильно люблю. Сейчас наряжусь и будем украшать дом. Покажу вам все, все, что купила. Ого, по-моему, меня понесло. Тома, к тебе лучше сейчас не поворачиваться. Что же я притащила домой в этот раз? Я очень люблю сам процесс. Даже Тома подкалывает меня, говорит, неужели это тебе так нравится? Мне действительно это в удовольствие. Елочкой я займусь чуть позже. Не исключено, что с малыми, если они захотят. Просто ее не так легко украшать, потому что она сделана из отдельных вот таких маленьких веточек. Я купила две прищепки, больше не было. Все разобрали. В виде пряников. И вот это на самом деле на палочке. Я вставила верхушку, потому что я не знала, что здесь прицепить. И эта маленькая елочка будет стоять в моем кабинете. Также к ней я купила вот такие украшения. И они чаще всего продаются в веточке. Позже вам покажу. Они у меня тоже есть, только в другом цвете. А еще вот это очень удобно для запаковки подарков. Видите, здесь наклейки. И просто красиво упаковываешь бумагу и приклеиваешь что-то такое. Я взяла больших снеговиков. Вот эти вот штучки, которые я вам показывала. Они как керамические. Главное, чтобы они не отвалились. Но так как мы никуда не будем ехать, все будет происходить у нас дома, поэтому нормально. Вот это такие звездочки. И вообще я купила это для подарков, вот этих лошадей. Но я думаю, что они все-таки окажутся на моей маленькой елке. И вот это, это может быть для кого-то прошлый век. Но для меня это очень дорогие сердцу игрушки. Я думаю, что дети тоже останутся в полном восторге. Взяла совушку Деда Мороза. Вот этот снеговик, это просто любовь. Посмотрите на него, как будто ему 30 лет. Но мне вот как-то не по душе все эти одинаковые шары. Каждая выбирает то, что нравится ему и грибочек. И еще у дедушки купила вот эту емегу. Все никак не могу выучить, как она называется по-русски. У него взяла покрашенную золотую. Надо ее оставить в гараже. Она в прихожей. И набрала много вот таких шишек. Мне его стало так жалко, что я набрала во всех возможных цветах. Вот такие беленькие покрашенные. Орехи золотые. Посмотрите, как эффектно это выглядит. Берешь обычные орехи, красишь их спреем и все. Вот такую вам идейку сразу подкинула. И вот эти маленькие шишечки, они тоже есть беленькие. Я покажу, куда я их буду применять. Ну это просто даже красиво разложить уже хорошо. Томик, ты еще не видишь, что это? Любимый цветок Томика. Это сорняки в Колумбии, Томик говорит. Но здесь нарядные, красивые цветы. Что тебе не нравится? Каждый год, он говорит, снова ты притянула этот красный цветок. Нашла наконец-то венок. Я такая балда на этом рынке, решила не брать. Думаю, мы все равно едем на вот эти курсы. Это плетение венков, не плетение, а украшения, декорации. И решила не брать. А потом придумала кое-что и мне так приспичило, что я вернулась и купила все-таки. Томик, ты готов к тому, что у нас будет новый ковер? Не спрашивай, зачем я купила ковер. Сейчас будем раскладывать. Новая наволочка для подушки бархатная из H&M, потому что прошлую малые убили. Они постоянно тут на диване. Мы рассчитывали на то, что они будут проводить время в своих детских комнатах. Не тут-то было. Я это сейчас не буду раскладывать, но говорю вам, у нас их разметают со скоростью света. Я начала покупать мой комплект уже давно, недели три тому назад. И вот, наконец-то, собрала. Что это такое? Это скатерть из H&M и она блестящая. Причем по тактильным ощущениям скатерть очень качественная. Ткань не тоненькая. Смотрится действительно дорого. И также продаются вот такие салфеточки. Я взяла 10 штук. Они продаются по 2 штучки тоже. И я взяла 5 таких наборов в трех разных магазинах, представляете? А онлайн невозможно было выловить, но я постараюсь для вас найти ссылочку. Очень красивые. Обновочки из Юска. Подсвечник в разобранном виде. Сейчас еще буду его скручивать. Желуди. Желуди увидела там на столе. Они лежали просто в качестве декорации. И мне они настолько понравились, что я не смогла уйти без них. Взяла вот эту дорожку. Причем так смешно было. Я искала не вот эту расцветку, а мне понравилась именно такая более спокойная. То есть с горошком. Я говорю, где они есть? Я перелопатила весь магазин. А мне говорят, а он двухсторонний. Очень приятно. Бархатистые шары. Это вообще... Это так дорого и необычно выглядит. Я повыкладываю их на свой веночек. Еще взяла вот эту штучку, я вам говорила. И салфетки праздничные. С елочками. И с чем еще? Вот. Со звездами. И ножницы. Ножницы у нас как-то растерялись. Взяла целый набор. Всегда пригодятся. И салфетки праздничные. 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 Субтитры создавал DimaTorzok У нас в семье ничего не пропадает. Помните веночек, который подарил Томек? Он уже подизносился. Я думаю, что мальчики ему помогли. И здесь были натуральные веточки с вот этими ягодами. Я просто разрезала их на маленькие и тоже положила на веночек. Вы можете взять вместо вот этого подсвечника любую небольшую вазу. И туда поставить свечу, так как сделала я. И положить шишки, какие-то маленькие веточки ели и ягоды. Можете взять ягоды искусственные. У меня были натуральные, я решила использовать их. И желуди здесь смотрятся тоже очень актуально. Они также подходят по стилю к моим оленям. Прям такой же метод покраски. Или это шлифовка металла. Я не уверена. По-моему, получилось очень здорово. Так. Томеку тоже придется полюбить эту движуху. А то же не вмести. Тогда подвинем в диван. Сутки. Окей? Вештинка идеальна. Жесть. Жесть. Так страшно жить. Еще сниму этикетку с оленя. А то я могу забыть и в конечном итоге оставить. Как видите, моя любовь к потертым коварам не проходит. И этот я нашла в Тикой Макс. Зашла один раз. Он был, показался слишком тяжелым. Оставила. Но потом набралась сил и вернулась за ним. Через несколько дней он все еще ждал меня. Я только разогналась. Поменяла подушки. Все начала раскладывать. А уже нужно ехать за детьми. Но я думаю, что это хороший старт. И вот эта наволочка немножко подизносилась. Она просто растянулась. Потому что она такая как бы вязаная. Короче, не знаю. Ее нужно заменить. Потому что она не очень. Но вот так если ее аккуратно поставить. А не дергать, как делают Захар с Игнатом. То очень даже неплохо смотрится. Вот эту пушистую я тоже купила в Тикой Макс недавно. Но остальное вы наверняка уже знаете. У нас уже утро. Нет, мы не будем готовить вафли. Хотела показать вам вот это. Но вчера также купила макароны. Вот такие огромные. Это такие ракушки. Они бывают разных форм. И мне кажется, что особой разницы нет. Возможно, какие-то удобнее наполнять. Я также сразу купила фарш из индейки. Собираюсь отварить макароны. Отдельно приготовить мясо. Не знаю, хватит меня на такое или нет. Наполнить вот это все и сделать в помидорном соусе. Посмотрим, получится или нет. Если да, я думаю, что во влоге вы увидите. А это моя добыча. У меня также есть ложечки и маленькие вилки. Но только 4 штуки. Я взяла еще 4 вилки. Их невозможно купить сразу. Вот знаете, столько, сколько тебе нужно. Их привозят ограниченное количество на магазин. Большая ложка для картофеля, для чего угодно. Вот это буду использовать также и для овощей, для мяса. Но это удобно, когда одна вилочка, а вторая ложка. И так как у нас часто бывают застолья, даже сегодня приходит папа, приходит рафл. Не знаю, с дочкой или нет. Но это даже не столь важно. И вот этот наборчик для сыра. Но у меня есть хитрый план. Вот эта вилка очень удобная для мяса. Вот этот ножик подойдет для масла. Ну а вот этот останется для сыра. Просто приготовила семейный обед, но с таким декором все сразу по-праздничному. И видите, мои большие ложки в тот же день пригодились. Сегодня после обеда выгреблись в центр города. Наверное, позже будет больше туристов. Но таких толп, как в Праге, однозначно нет. Идем посмотреть, как в этом году наеделим центр. Ну, как я вам показывала уже, что-то частями. Но на самой ярмарке мы еще не были. Интересно посмотреть. И чувствуется, что уже, знаете, такой дух Рождества обитает в городе. Но мне хочется, чтобы он дома появился именно вовремя. А не тогда, когда этого требует коммерция. Потому что это, знаете, как вот, ну, поставить дома елку, все нарядить и чуть ли не отпраздновать Новый год заранее. Вы знаете, у всех свой подход. Кто-то любит поставить елку за месяц. И это тоже нормально. Но я вот пока что наслаждаюсь тем, что есть вокруг. А в дом праздник мы принесем чуть позже. Ух ты! Как вы понимаете, народа здесь нет только ночью. И все светится и как бы даже живет тогда, когда есть люди. И наш бедный упал. Летом вот здесь просто такие открытые площадки. А зимой их утепляют. И там совершенно не холодно. Финомен ярмарки в том, что приходишь сюда абсолютно не голодным. Но Игнат уже начал ныть после плотного обеда. Мама, ну купи что-нибудь. Мам, ну купи. На том же месте продаются огромные бутерброды. Посмотрите, сколько всего туда кладут. Ну, Тома когда-то осилил. Помните? Я, как чашка маньяк, не смогла пройти мимо. Только посмотрите, какие красивые. И раньше их не было. Такие повозки, как в Кракове, с такими конями еще стоит поискать. Они всегда стоят рядом с костелом мариатским. Мы здесь с вами много раз были во все времена года. И тоже рядом с костелом находится наша елочка красавица. Она очень пышная, очень нарядная. И если даже сравнивать с Прагой, то у нас такая прям богатая, огромная елка. На ней миллион огоньков. Мы потрогали ее, и она настоящая. Ее наверняка взяли оттуда. Это типа как из питомника. То есть она не из лесу. И мне кажется, что она все-таки была привезена сюда частями. Ее сложили на месте. Еще с этой стороны с вами глянем. Какие кони, как далматинцы. И убегаем. Я беру свои слова обратно. Народа обалдеть как много. Возможно, приедем в какой-то другой день. Но пока что это слишком. Прямо ходишь и толпишься. Даже страшно представить, сколько стоит такой антиквариат. Магазин находится в самом центре. И глядя на посуду, понимаешь, что она вся в идеальном состоянии. Я думаю, что это именно для коллекционера. Что ты там увидел, Игнаш? Дракона, где ты увидел? Ага, вавельский дракон. О! Я вам как-то рассказывала, что в этих старых домах, которые находятся в центре, они построены таким образом, что внутри есть дворики. И вот мы сейчас в самом-самом сердце Кракова, именно старого города, зашли. А здесь вот так очень атмосферно, уютно. А сейчас я повернулась в другую сторону, и здесь так. Совершенно другой стиль. Косторами тоже огромное количество игрушек и освещения. Мы сюда как раз за этим и приехали. О, я хочу такое вот. Только как это прицепить? Я думаю, что Томок очень обрадуется, когда узнает о моей идее. Я бы хотела где-то, вы знаете, при входе, допустим, над дверью повесить. Сейчас будем стоять думать. А хотите прикол? По-польски сосульки это сопля. Эти уже поменьше. Супер классные. Ого! Это пряник XXL. Тоже на елочку. Помимо этого, есть всякие горшочки, подсвечники и другие декорации. Интересно, а что продается в вашей косторами? У нас и звезды, и ангелы в разном стиле, и совы. Просто какие-то фигурки. Вот елки сзади. А вот просто классический. Он стеклянный, такой добротный. Я напоминаю, что мы находимся в строительном магазине. Кто бы мог подумать. Если у вас маленькая елочка, ее также можно креативно украсить. И вовсе не обязательно покупать маленькие шарики. Можно, но по желанию. Смотрите, сегодня в косторами я купила еще гирлянду. Она на батарейках. Потому что елочка будет вроде как стоять у меня на фоне, а там нет еще одной розетки. И вот, посмотрите, они такие нежные. И сама вот эта проволока, она тоненькая. Также я купила хлопок. Он на искусственной вот этой ножке. Но цветы настоящие. Еще очень удобно цеплять прищеп. И еще отдельно продаются такие штучки. То есть, их можно раскрутить. И по отдельности каждая на проволоке. То есть, ее можно куда угодно вообще пристроить. В цветочном магазине купила такую тоненькую проволоку зеленую. Ее вообще не видно будет на моей елке. И вот эти вот все штуки, их также можно разбирать и по отдельности крепить. И при помощи такой тоненькой проволоки можно цеплять шишки. Часть я делала сама, а потом Магнашка раскладывала, и окрепила. Покажи. Мы решили также украсить дом снаружи. Но понятное дело, что во всех местах нет электричества. Поэтому мы купили удлинители. А вот эту штуку Томик сказал показать вам. Значит, когда соединяешь два кабеля, вот этот стык должен быть запрятан во что-то, куда не будет попадать вода. Мы купили эту вещь в Кастораме. Одной рукой довольно сложно это показать. В общем, вы понимаете, что часть, где соединяются два кабеля, она остается внутри, и все практически герметично запаковано и безопасно. У папы сегодня спецзадание. Он украшает сакуру. И вот посередине газона стоит наш новый друг. Мальчики назвали его Рудольфом. Так что в этом году наша новогодняя декорация, как вы видите, пополняется. Как круто! Я укладывала малых спать, а Томик закончил. Супер! Класс! Мне так немного надо для счастья. Не успела вам показать наши тюмелые ручки за выходные. Я не все снимала за один день, и я растягиваю это удовольствие. Мне очень нравится украшать дом. И вот что в конечном итоге у нас получилось в этом уголке. Вот эту подставку можно купить отдельно. Я вам показывала. Это просто хвоя, которая также у нас продается на каждом углу. Ее разрезаем на кусочки. Я вот не знаю, как долго будет стоять мое украшение, потому что внутри пенопласт. У меня дома даже нет такой специальной губки. Но как бы говорили, что вот эта хвоя, именно я не знаю, что это за разновидность, но мне обещали, что она до праздников без проблем выдержит. Много всяких вот таких вещей. У меня осталось с прошлых лет. Я всегда снимаю кору, шишки, какие-то звездочки. Господи, чего у меня только нет. Из венков, которые я покупаю, из подарков, которые я для кого-то запаковываю. Вижу, что гости распаковали, и выбрасываю это. Раз-раз все подклеивала. Мне всегда все пригодится. Обычная свечка красная. Наверное, я ее сменю на белую чуть позже. Конечно, она у меня тут держится все на честном слове. Лучше было бы купить горячий клей и все приклеить. Но, знаете, мне как припекло. Но так как у нас никто ничего не трогает, то все нормально. Подсвечники я покупала очень давно. Догадайтесь, в трех раз где. Да, в Тикой Максе. Эти шишечки я принесла домой, и вот Игнаша их пораскладывала. По-моему, очень симпатично. С одной стороны на комоде получается такая композиция, а со второй стоит свеча, которую я недавно купила. Игнат наложил и здесь шишек, и олень у меня. Это уже просто, знаете, смешно. Тик и Макс должны мне уже как минимум давать что-то по бартеру, потому что я много что-то рекламирую. Да, я покупаю, рассказываю вам, вы идете. Но я всегда все реально покупаю за свои деньги там. Очень мне нравятся интересные находки у них. Не всегда все удачное. Большинство, как видите, у меня все-таки кочует из года в год. И олень оттуда же. Скромно, ничего лишнего, но уже по-праздничному. В кухне особых изменений нет, помимо маленькой елочки, свечи. И вот это специальное сено. Смотрите, какое красивое вблизи. Я его купила готовым. Я должна признаться честно, и я у поляков спрашивала, в чем суть такого сена. Насколько мне известно, его кладут на праздничный стол в канун Рождества, как символ того, что сено было такой подстилкой, такой периной Иисуса в яслях. И на духовке красуется праздничное полотенце. Пока что из декора, по-моему, все вам показала. Принесла я все для наших звезд. Томак вместо рождественской музыки включил какое-то рубилово. Значит, будем наряжать в такой атмосфере. И знаете, в чем прикол? В том, что Томак тоже в прошлом году купил запасные звезды, и теперь у нас их слишком много, мы все не будем вешать. Но большие будут вот такие, как здесь, а маленькие с небольшими серебристыми вырезанными звездочками внутри. Каждый год один и тот же вопрос, как повесить эти звезды? У нас не встроенные карнизы. Томак берет кабель, и вот такие штучки, я сейчас покажу поближе, затягивает их, и они остаются до конца праздничного сезона. А потом срезаем, и каждый год нужно новые использовать, но это копеечное дело, так что ничего страшного. Вот так, видите? Дальше протягиваем кабель по карнизу, и если он не достает до розетки, то тут уже понадобится удлинитель. В этом году здесь будет маленькая звезда, здесь большая и маленькая. Томак теперь делает вид, что не говорит по-русски. Три, четыре. Та-дам! Круто день, какая! По-моему, у меня больше энтузиазма, чем у Томака. Собственно, вот так это будет выглядеть вечером. Отемнеет у нас рано, и можно будет еще дольше наслаждаться вот такой уютной праздничной атмосферой еще до появления елочки. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!